Держи, держи. Валера, отойдешь потом Василия Николаевна? Валера, отойдет, пожалуйста. Дети, заходим тоже сюда. Дети, заходим. Дети, заходим тоже сюда. 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 Опоздал еще. Дети, заходим тоже сюда. Дети, заходим тоже сюда. И просто так ее не взять. Это нужно иметь опыт. Дети, заходим тоже сюда. Это нельзя описать. Дети, заходим тоже сюда. Дети, заходим тоже. Дети, заходим тоже сюда. 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 Дети, заходим. Какая там ночь? Ночи нету, по нашему времени. Он кривитал на братья и говорит, где они ночь? А до чего? Сядут сонами богов. Почему на севере там озоновые дыры и все, сегодня пытаются как-то совместить, что-то с этим связано что-то или нет. И вот произошла война. Мы не знаем, сколько их ангелов там, никто, миллиарды или там какие-то триллионы. Но написано, что в одном человеке легион был. В одном. Как тебе имя? Тебе, оказывается не тебе, а вам надо было сказать. Это было сокрыто. А как тебе имя? Легион. А что такое легион? Ну, если по римским цифрам, воевоинская какая-то определенная часть, это две тысячи. А если брать по буквам, которые пишут, она от буквы А там называется Легион. Леодор. Это у нас десять тысяч, сто тысяч. В славянском языке так. Это сто тысяч. В одном, а сколько же их, умерло благодаря согрешению на сегодняшний день приблизительно сто миллиардов. Сто миллиардов! И неужели все погибли? Нет, конечно. Мало избранных, но они есть. И Господь говорит, иду обители. Если бы не готовы, приготовил вам, говорит. Если бы. Значит, считает святые отцы, что это то, что опустело. Квартиры пустые, кого выгнали. Там ЖКХ не было. Другая мерка измерения. Теперь, которые святые, они должны это занять. Как последняя комната будет обитель занята, все, мир закончил существование. То есть, здесь картина примерно. А почему допускает так? А сатана по-прежнему лжет. Вот дал бы мне Бог власть, ну, ненадолго хотя бы. Ну, лет на тысячу. Я бы показал. Царство небесное на земле бы устроил. И Господь делает, иди сделай. Невероятно. Откуда вы берете, меня спрашивают. Книга Иова, первая глава. Первая глава. Прямо об этом все сказано. Он пришел и говорит. Бог спрашивает тебя, где ты был, где ходил. Он ходит. Ты все видел, да. Ничего не говорит. Ну, он все знает. Он профессор. Ну, а раба моего Иова видел. Чего ты молчишь-то? Ну, всех людей ты обращаешь. Ну, одного хотя бы ты видел? Ну, а кого? Иова. Как он богобоязнен. Как он слышит Бога. Как отвечает. Он сразу нашел. А что, зря. Ты окружил его так. Десять детей у него. Тысяча статусов. Самый богатый на Востоке был. Книга Иова считается примерно равной бытию. Самая древняя книга. Он сразу нашел, что сказать. Ну, если бы парализован бы лежал. Нашел, что сказать. Нашел. Вот нужно теперь узнать, как его имя. Теперь мы уже знаем. Дьявол и сатана. Древний змей. Такие слова у него есть. Я тогда вычитывал. ДИС. Дьявол, сатана. И вот это ДС на меня постоянно нападает. Это не случайно. Я к одной теме подошел. Вот он не спит, написано. И сошел сброшен на землю. И говорит, горе живущим на земле. Ты на земле живешь. Что ты успокоился-то? Руки сложил. Все хорошо у меня. Не все хорошо. Ты не бодрствуешь. И Господь сказал краткую молитву. Избави нас от лукавого. Избави. И каждый день. Да что, в храме что ли? В храме. Мы сейчас молились. Не видели он стоял? А Бог это показал. Вот сидит человек. Хотите биографию узнать? 17 января. Откройте там Макари, Антони. Они все так вместе. 17-19. Видит дьявол идет. Котомка через плечо. В руках что-то и держит. А куда ты идешь? Что ты любопытствовать-то? Ага. Дорофей запрещал это дело. Спрашивает. Тебе это не нужно. Но я хотел узнать. Монах увидел нож там и говорит. А где нож такой купил-то? Тебе не дадут этот нож. Иди работай. А здесь он сатану спрашивает. В храм. Как? Так у нас сегодня архиерейская служба. Я как раз там и нужен. И ты на литургии бываешь. Он говорит. Ни одной нет литургии, ибо я не был. Попросил открыть глаза и он увидит. Стоит вепрь с обрезанными ушами. Ну вепрь это дикий кабан, свинья. Молятся все. Владыка благослови. А одному показано. Владыка связанным под скамейками лежит. А в это время здесь вепрь дикий. Кто у нас стоит здесь? Видимо нет. Я должен вопрос себе задать еще. В первую очередь себе. Вижу я или не вижу. А что он делает? Он решил смотреть. А у него с собой корзина цветов. Замечательные цветы принес нам. И он ходит и цветки бросает. Цветок упал на человека. Все время спит. Хоть на собраниях, хоть на занятиях спит. И все он с цветами облепленный. К другому подошел. Его только задел что? Любая причина. Вот на туалет ходить надо. Я не могу везде. Причина чтобы быть и не быть здесь. Он маленько разобрался в чем. А Макарий Александрийский больше увидел. Люди причащаются. Он голову повернул. Демоны. Демоны. Все на букву Д вокруг. И что делают? Люди разевают рот. Рот раскрывать надо причащаться. Они стоят и уголь в рот толкают ему. С причастием тебя? С каким? Это открыто. Дмитрий Ростовский написал. Мы не имеем основания отбросить. Ты можешь верить? Не верить. Скажешь. Это не Библия. Ну правильно. Не Библия. Но избави нас от лукавого осталось в силе. А куда причастие дело? Ангельской рукой причастие относится в Алтарь. Его никто не потребил. Страшная картина. Об этом никогда священники не говорят. Запомните это. Никогда. Ни разу. Макарий Александрийский в житии. Себе где-то черкни, чтобы просчитать и ужаснуться. Если ты это узнал. Что просто ради любопытства. Что это фантастика Жюль Верна какая-то. Если это реально. С каким ты трепетом должен стоять здесь. И видя, что делается не так как хотим. А делается как кто-то хочет. Что у тебя внутри? Написано. Исследуйте сами себя. Верили вы. Но я могу исследовать кого-то. А себя исследовать. Притом сами. Притом без подсказки. А как во свете Библии. Страшная картина как братья. В Ефрема Сирина монахи спросили. А как будет страшный суд. Он только встрепенулся. Да что ж вы спрашиваете. И заплакал. Братья приходят на другой день. Он не ел, не пил. Плачет, сидит. У него под глазами борозды были. От слез. Для него плакать было, как для нас дышать. Четыре тома написано. Ефрема Сирина. Кто их прочитал? Я их начитал на пленку. Их нельзя читать без слез. Это Бог открывает только. И братья неустанно спрашивают как. Он говорит. Итак. Небо и земля загорелись. Все вспыхнуло. Бог открывает иногда. Вдруг земля зашаталась. Гробы открываются. Мертвые устают. Больше не могу говорить братья. Я себя могу увидеть там. Я страшусь этого. Ты понимаешь нет? Что такое вера? Исследуйте себя. Ну а как? Надо образец на кого подражать. Вы не знаете кому подражать? Вот она. Картина. Посмотрите. Внимательно поглядите. Я ее привез из Певзы. Где сектанты подарили мне. Когда они говорят. Она им образа не нужна. Там она ранена ее. Кинжалом продлили. Прямо в голову Христа там ударил кажется один. Близок Господь с сокрушенным сердцем. И апостол Павел. Единственный человек. Который прямо сказал. Вы Христа не видите. Мне подражайте. Как я Христу. Вот это самоуверенность. Сегодня мы дадим обольщение. Это прелесть. Это гордыня. А Павел. А это Павел сказал. Все. Я просто пример говорю. В Серахова написано так. Заговорил богатый. И привознесли до облаков. Заговорил бедный. То же самое. Кто ты такой. Не образование у тебя. Чего ты разговариваешь что-то. Такое бывает. И притом это бывает не один раз. Вот это предвзятость. Есть. Предвзятость. К одному расположен. А другой я заранее знаю. Что с него спрашивать. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Исидор Пилосиот. Записывай себе. Записывай. И вот дьявол. Он не просто так приходит. Вот пришел бы сейчас. Ну. Был такой человек. Который пожелал увидеть. Матавилов. И Серафиму говорит. А как увидеть. А Серафим так. Кого увидеть дьявола. Это ужас один увидеть его. Ты понимаешь как он выглядит. А если бы он пришел. Ну девушка хочет замуж. Ну где-то ей кто-то дал наводку. Она пришла на площадку. И увидел бы. Стоит страшная рога. И он ее подзывает. Если бы подойдет она. Копыта. Такая страшная. Зубы торчат у него. Как у кабана. Не подойдет. А он подойдет такой. Каким ты хочешь его. Кучерявый. Высокий рост. Стройный. Пригалстуйте там. И все. Каким ты желаешь. Таким он явится. Это печаль сатаны. Мария Карелия. Описывает. Подробно. Но это не Библия. Нам нужно увидеть его. И объявить войну. Войну объявить. Давно надо было. А кое-кто все еще не знает этого. А где это известно. Ну где. Послание к римлянам. 16 глава. 20 стих. И Господь сокрушит его. Почему? Иоанн говорит. Богослов. Тот кто в нас. Больше того кто в мире. Кто в нас. Дух Святой. Приду и вселю с них. А кто там в мире. Сатана. Так у него. Ракеты. У него армия какая. У нас тот кто больше. А какая победа. Ты не выдержал. Не выдержал. И сдался. Поражение. А если до конца выдержал. Тебя казнили. Победа. Ты в рай идешь. Это те. Которые одержали победу. Мы должны стремиться к победе. И сатана не просто так приходит. А он приобретает вид ангела. Как ангел. И потому невеликое дело. Что служитель его. Принимает вид служителей Христова. Считали это? Он знает как подойти. Что ты желаешь. В таком виде он тебе и подойдет. Он будет названивать тебе. Говорить. Предлагать. Примеры покажет где-то. У нас один пример. Христос. Он призвал нас к себе. В 23 года. К ужасу моему. В 23 года мои где были. Я впервые. В руках держал Библию. И меня уговаривать не надо было. Доказывать. Каких-то рядом проповедников. Мне положили книгу Новый Завет. А в другой комнате. Хозяева пошли обедать. Сколько они там обедали. Я не знаю. Может полчаса. Когда они зашли. Они не увидели еще. Кто я стою. Я совершенно другой. Я стою. Меня буквально вот так трясет. Скорее молиться надо. Я нашел того кого искал. Как вот песня песней. Я искала возлюбленного. И я нашла его. Мы склонились молиться. А это 50-ники. Они молятся по-своему. А я. Поклонами доземными. Они слышат воздух. Ты подумали. Как день 50. Если бурный ветер. Потом они мне все рассказывают. Подумали. Пускай хоть так молятся. Они еще не знали. Что здесь совершилось до конца. Кто видел ролик. Когда ездили туда. Я зашел в Венсполсе. На то место. Отблагодарить. А дома этого нет. Люди умерли. Еремеева. Михаила Александровича. Анна Демидовна. Их нету. Дом стоял. Так. Стучали везде. Одна бабка говорит. Я знаю вас здесь. Она все время живет. Не можем достучаться. Давайте помолимся. И наконец она через дверь заговорила. А соседка звонит то. И она открыла. Я говорю. Такие были. Да были. Сначала Михаил умер. А он в блокадном Ленинграде был. Зенитчиком в армии. Такая рука у нее не поворачивалась. И она потом уехала куда-то там. И там она умерла. Говорит. Вот я теперь узнал. А где вот эта сейчас большая какая-то компания. по медицинским там каким-то товарам. Что-то такое вот. И со стоматологией связано. Я подошел рядом. Кто там был. Виктор Николаевич Савченко. И Крущина. Николай Павлович. И я молился там. Как я не знаю молился. Ну все это заснято. И выставили в интернет. Еще не было ни одного человека. Который бы это видел и не плакал. Другой говорит. Я сижу у компьютера. Наши там обедают. И бывает кто-то там выпивает. И вдруг я натолкнулся на это. Вот вообразите такую картину. Я остановился до конца. Говорю посмотрите что. Все что было на столе как будто исчезло. Мы сразу склонились. Ни одного слова нет. Я просто несколько слов сказал перед Богом. Конечно там были слезы и рыдания. Благодарности Богу. Вот что делает Бог. Никаких слов. Никого не убеждают. Но в мире этот ролик приобрел столько людей. Даже вообразить не могу. Это целое дело надо. Какие-то работы надо. А ничего там нету. А почему? Вы даже не знаете что ли. Это сегодня оттуда как жаром пышет с этого ролика. Это молитва. Я не знал это. Это не мое. Такого чувства не бывает просто так. Я захотел и сейчас не мог встать от слез. Я упал. Молился. Поднимал руки и снова падал. Дьявол тут не подступает. Он сгорает тогда. Близко не приблизится. И вот самый большой обман. Я говорю. АСД. Сатана дьявол. Потом я заметил что почему то люди начинают. Которые нападают особенно меня. Они как то связаны. То имя. То фамилия. С этой буквы. Господь меня как бы настораживает. Будь внимательным. И вот здесь открывается то что нельзя увидеть. Подражайте мне. Как я Христу. А потом подражайте тем. Видите тот образ который показался. Ни одному. Павлу другому. Что мы ничего не можем о себе сказать. Кроме того что сегодня нас научили. Я грешный. Супер грешный. Архи грешный. Это никого не привлекает. Да я не знал Бога. Да я гнал церковь. Я преследовал. Я давил. Я не достоин называться апостолом. Ну знаете кто сказал это. Я хочу подвести по порядку. Три. Существует категория людей. Которым дан дар слова. Это первый проповедник. Проповедник. Хорошо вникните в это слово. А вы знаете хороших проповедников? Ну я не всех. Но кое-кого знаю. И кто самый лучший из них? Адольф Гитлер. Шикель Грубер фамилия его. Ленин. Владимир Ульянов. Владимир Ильич. Кастро. Фидель Кастро. Керенский. Александр Федорович. То есть. Это единицы настоящие. Других там много. Которые повторяют там. А почему? Они увлекли массу людей за собой. Они говорили слово часами. Как Керенский. Три часа. И у него. Он бумажки не смотрел. Это открыто. А куда они ведут эти проповедники? Что они проповедуют? А что надо? Благовестие. Благая весть. Даром дает. Благая. Добрая. Сошла с неба. Какая? Христос. В речи только звучит имя Иисуса Христа. Благая весть. Она меня коснулась и я другим передаю. А это можно научить? Можно. Говорить. Говорить правильно все. В Америке есть такие, которые знают все. И они сегодня методистом. Завтра баптистом. После завтра православным. Кто там? Я не знаю. Православных было. Нет. Но другие. Ему платят деньги. Запропают где-то. Он приходит. Все плачут. Он всех может растрогать. Он артист. Вот кто слышал? У нас запись была. Как-то он к нам приходил. Овчинников Эдуард Дмитриевич. Потом он сделался директором из Малого театра. Драматического или какого. И он насчитывает книгу. Удивительным образом ко мне попала из Грузии. Я привез на короткое время. И он насчитывал дочь Ефая. Как он с фронта идет и как. Это у нас стоит все в интернете. На нашем сайте. Вот сколько раз я потом прослушал. Я ни разу не мог прослушать. Чтобы в глаза не уложить слезами. Он говорит и рыдает. Он артист. Но сам в себе он неверующий. Жена только его однажды сказала. Кому вы приходите? Ну а его дома не было. Она маленько открылась так. Да мы же эти артисты. Ну так что? Вы ничего не знаете оказывается. А где муж? Ну а артист где-то на три ночи ушел к ней. И она спокойно так это все говорит. Это артисты. Почему эта зараза отмечена даже так. Если кандидатура на священник. Он должен жениться только на девственнице. А если женился она артистка и девственница. Приравниться к блуднице. Это в Новом Завете. Как сказать. Когда я Евангелие стал читать. Ну Бог дал мне памяти. Наследственно от отца. У него просто феноменнейшая память была. И Божья милость. Все это совместилось во мне. И вот. Я читаю как отпечатается. Первый стих во всей Библии. Это Евангелие от Иоанна 8 глава 44 стих. Я вам мгновенно ухватил и сразу понял. Все. Меня нету. Теперь я вооружу и знаю что где выявлять. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Когда он говорит ложь. Говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Знаете. Дети врать любят как. Ну. Комната высокая. Заходит. Там. Мать или кто-то работает. Пришли. А люстра валяется. Они прям сходу. Это не мы. Это котенок. Он прыгал и сбил. Ну. Котенок посреди комнаты. Он не знает еще. Врать то не умеет. Но уже надо. Это котенок сбил люстру то. А они тут в футбол играли оказывается. Заметьте в детях своих. В каком ребенке вы ни разу не видели лжи. Я подвожу к главному самому последнему вопросу. Когда это было. Себя проверь. Есть такие дети. Которые не солгали ни разу. И вы их встречали. Редко. Но я начальник детского лагеря. С 45 уже 46 лет. Тысячи детей. Я всегда ставил себе задачу. Найти среди них избранного Богом. Я молча исследовал. Смотрел. И как это делается. Я несколько примеров мог бы только показать. Может даже слышали рассказ. Берем малину. А в это время одного человека нет. Я вижу детей одного нету. А где он? Он мне говорит. Он там подальше ушел один. Я сказал. Кружки набирает малину. А потом с молоком. А он не берет. Все в рот себе кладет. Я сказал. Не трогать. Я потихоньку между кустами. А он берет. Ягодку сорвал. Святые. Боже. Святые. Крепкие. Святые. Бессмертные. Я тихим ходом задним. Он берет. И берет хорошо. Мы не знаем на сколько в нем это задержится. Но в данный момент все понятно. Словословие Иисусу. Я просто эти слова сказал в камере. С одной сидел один. И он три дня плакал. Редкин Владимир Прокопьевич. Кажется избистка. Я говорю. А что ты плачешь? Нас отдельно отделили. В отдельной камере. В подвал туда загнали. Где убийцы только сидят. А нам только это и надо. Мы поем. А он ходит. Скамейки все это прикрученные. Железные. Господи. Отец Игнатий. Святые Божие. Святые. Крепкие. А у меня то дети. Да какие же они злые. Они же с собой дерутся все время. Приходят из школы. Даже злые слова говорят. Ушатся. Маленько поговорил. Ну что плачешь? Он полотенца повешал. Вот такой вот живот у него. В течение двух недель ничего не отставил. Обвесил. Ничего нет. Он не стал есть. Достали чашку пустую. А на гладок смотрят. И он щерпает. А чашка стоит там. У стола там еще. Как полочка такая. Ты как все утошьем тогда. В туалет. Господи прости. Пускай рыбки едят. Неделя. В рот ничего не было. Володя хоть маленько ты поешь. Отец говорит. И дети то злые. Сам то я где нахожусь. Он покаялся во всех грехах. Это в камере. Я просто хочу показать. Володя. Ты лжи где-то говорил. Ложь говорил. Да все на лжи построено. Нас допускал особая аппаратура какая-то. Ценная была. Ну я где-то раздавал по указанию директора. Ну кого? Ты сказал это на допросе. Нет. А почему? Ну первый я дал Алтайскому краю КГБ. Я начальнику отдал. Как я вот скажу. Ты меня задавил здесь. А это директору другому там показал. Главный завод. Меня послали. Я выполнил. А теперь то его виновным делают. Значит так. Стучи в дверь сейчас. Подойдут охранники и скажите. Вызовите ко мне следователя. Следователя. Я все лгал. Сейчас буду говорить правду. Вызвали следователя. Теперь. Приготовься умирать. Тебя они не выпустят. А если выпустят. Живи не для себя. И все так и получилось. Теперь он заново все раскрывает. Для следователя это находка. Как вы его раскололи то? Я не колол ничего. Я ему говорил о Боге. И что лжец в царствие Божие не попадает. Откровение Иоанна Богослова. 1 глава говорит. И какой. И всякие преданные мерзости и лжи. Не войдет. Мы должны бояться лжи как огня. Маленькая ложь. Дьявол в рот. Он лжет непрерывно. И когда Господь дает ему. Давай. Делай. И вот он. Как коммунизм. А там фашизм. И вот теперь мы сделаем. Ну на чем? На деспотии. На лагерях. На Освенцами. На Нарыме. Он по другому не может то. Но время ближе к концу. И наконец. Кончилось то. Фашизма нет. Коммунизма нету. Бились два змея. Как. Игорь Испирченко. А теперь что? А теперь ничего нету. Теперь говорит. Ангелы рукоплещут. Не получилось ничего у тебя. Не получилось. Ни на небе не получилось. Здесь Бог дал тебе власть. Не получилось. Ты лжец. Он стоит. И как так. А он берет так. Если здание. Трещины вот такие вот дало. Он не скажет. Он берет грязь. Говорит. И замазывает. Провко ремень описывает это. И чисто. Нормально. А когда рушится. Он отскочил. А все погибли. Ну как. Главарей фашизма повесили. Ну только еще не добрались до них. Он подражает. И вот как он проникает. А что для него важнее. Златоуст говорит так. Если корабль набитый соломой. Он никому не нужен. Но если везет драгоценности. Тут пираты на каждом углу поджидают. Так он больше всего трудится там где верующие. Чтобы верующие поверили что он хороший. А как поверить Библии. Ты должен священное писание знать. Да не отходит книга сия от уст твоих. Не от ума. Не от глаз. От уст. Поучайся в ней день и ночь. Дабы в точности исполнить. Книга Иисуса Новина 1 глава 8 стих. Дабы в точности исполнить. Какая точность. Когда каноны попраны сегодня в церкви. Лжецы царствуют. Они добиваются больших постов. Сегодня раскрытие пошло через Андрея Кураева. В ужас прийти можно. Гомосексуалисты. Архиереи. Там. Друг друга поддержат. Голубое лобби. Фамилии. Все называется. По канонам они должны быть извергнуты навсегда. А они там. И они задают свою температуру. И вот что. Первое это проповедь. Второе благовестие. Благовестников много. Это можно учить. Рассказать. Нанять. Он будет говорить только о Христе. Но ты не обратишься через это. Господь силен это разбавит. Но только чудо Божие может. И дальше дьявол делает. Дьявол придумал. Два это все божественное может быть. Третий дьявол прямо придумал. Только в церкви нигде. Миссионерские отделы. Отделы миссионерские. И при том это официально по всей епархии. По всей патриархии. Везде создают. Я встречался с ними. Беседовал. Они мертвые. Трупами набитые. И получают деньги за это. Я говорю. Хоть вы маленько. Соображаете нет. Что миссионера нельзя создать. Все можно создать. Ну курсы. Как учить? Правильно. Петь. Спортивные. В школах с английским уклоном. Там предметы. Миссия не создается. А почему? Потому что это труд Духа Святого. Это только Дух Святой может делать. Человеку это. И не научить его нельзя. Его будет трясти. Что ты говоришь. Да разве это можем? А вы знаете как? Я знаю. 55 лет положил на это. Чтобы узнать. А где вы узнали? В Слове Божьем. А на практике? На практике назвать. Назовите миссионеров. Ну маленько записывайте. Это наши русские. Я про других не знаю. Далеко это и мало пришлось считать. Какие были в Сирии. Ну знаю там Ипреем Сирин там. Ну другие которые говорят. Исаак Сирьянин там. Они добротолюбие в книгах отмечены. Трудами своими. Я узнал такие миссионеры. В первую очередь. У них не бывает больных ног. Ног. А почему? У священников профессиональная болезнь. Ноги. Лопаются от рукой. Они стоят на месте. Как прекрасные ноги. Благовестующих мир. На горах и везде прошления. Не может быть. То есть. Это может быть как кара какая. Может быть так. Но если признан на благовестие. Благовествуй. На миссию ты негоден. Это невозможно. Потому что идти на. Ну можешь идти или нет. Ну в день пешком пройти 50 километров. Да конечно нет. Ну больше я ничего не могу сказать. Все апостолы миссионеры. Все до одного. Я тоже. В коленках хрустит что-то. Едва-едва в другой раз. Расшевелишься то. То есть. По этим меркам. Я не худышный. Но сегодня. Представляется возможность иметь транспорт. И люди не могут никак объяснить. Как апостолы. Сегодня здесь. Завтра в Индии. И говорят на облаках. На облаках. На облаках. Это вполне. Можно сказать. Близко к самолетам. Тоже колесницей называется. И когда самолет освещают. Называют колесницей. И когда самолет освещают. Миссионер. Это тот. Кому Дух Святой открывает. Где говорить. А где не надо. С кем говорить. Сколько говорить. И о чем говорить. Какую тему открыть. Это делает только Дух Святой. Почему Ян Затаус говорит. Деяние апостолов. Это неправильное название. В этой книге должно быть такое. Деяние Духа Святого. Такое просто. А ты никогда не додуматься. Я его конспектировал. Иногда. Я. Я не могу. Один в комнате сижу. Я на крысо выйду. Никого нигде нет. Точно так крещать. Чтобы все люди знали это. А никого рядом нету. И Господь посылает только по двое. Двенадцать. Считаем. И Евангелие Дмитрия. По двое. А почему не по трое. Почему не по одному. По одному. Еще бы больше было. Двое. Потом избирает еще семьдесят. И написано. И послал их. По двое. Что не понятно. Женщина одна. Нет конечно. Но они. Может быть и женщина. Но в Библии нет этого. Мы то найдем потом ее только. При воскресенье. Когда Мария Магдалина побежит. Апостол для апостола будет. Вот это миссионерка. Еще Нина Грузинская. Есть такие. Но это настолько редко. Что. Они не священники. Ни сана им нельзя принять. То есть. Они ограничены. За два тысячи лет. У православных. Католиков. Ни одной. Женщины не было священников. Это еретики сегодня. Их эпистопами ставят. Это все обман. Вопреки Слова Божия. И вот. Чтобы нам. Понять. Как узнает миссионер. Мы посмотрим. На некоторые характеристики. Конечно. Самый величайший. Самый неподражаемый. И непревзойденный. По сегодняшний день. Святой апостол Павел. И он говорит. Я более всех потрудился. Начинается с того. Далее. Я более в гонениях. Более. Там. В бдениях. В бдениях. Не спать. Мало спать. Почти совсем не спать. Как Арсений Великий говорит. Монаху достаточно одного часа. Но я один час не мог. Два с половиной было. Но я знаю. Вот. Елизаров. Врач. Костник был. У него выходило не больше трех часов. Не больше трех. Ну. Днем говорит. Я преподаю в университете там. А ночью. Все приборы там. Ну там. Костник который. Вот. Мы видим. Об этом Ютон писал. Леонардо да Винчи. У того. Три часа. По три часа. Ниже трех. Кажется. Я никого не встречал. У святых это было. Значит. В бдении. Более всех. В посте. В непрестанной молитве. Это качество. Которое. Должны его выделить. Как. А вот смотрите. У русских. Как говорят. Был или кто не был. Я их назову. Вы. Себе пометьте. А потом скажите. А это неправда. Метрополит Иннокентий. Вениаминов фамилия. Просветитель Севера. Просветитель Севера. Кто знает его биографию. Руку поднимите. Он тосковал. Так охота людям сказать. Жена. Дети. Все. Миссионер не может быть обременен ничем. У него ничего нету. Он свободен. Раз. Жена умирает. Господь слышит молитвы. Зачем он их убил в молитве? Да нет. Нет. Виноватый Анания Сапировна. Не Петр же их убивал-то. Зачем мы согласились солгать Духу Святому? Ложь смертельный грех. Беспокаянный. Лжец не спасется. Положить это себе. А лжец когда ты знаешь что-то. Думаешь что знаешь и ложь передаешь. Уже ложь. Плащи молись об этом. Вениаминов. И он нам оставил пример как они молятся. Северные народы какая-то. Народность такая. Калоши. У нас калоши на ноги надевают. Это. Национальность такая. И он говорит. Я узнавал сколько было на Малете в щуме. Когда уходили. Он вот как встал. Как наша Нина Жоунирова стоит. Ее не пускает. У нее валенки до земли протаивают. В клочках Рибрихинского района. И так я мог сказать сколько людей было. Они даже не переступают. Они ребятишек приносят. Приносят. Ребенок лежит. А сверху куда дым идет. Раз. Снег упал. Ребенок вздрогнул. А он потом говорит. Мерзляк растет. Так температура то на улице 30 тысячам градусов. Мерзляк. И он. Хорошо это описывает Лесков Николай Семенович. Как его на собаках перевозили. Тысячи километров. Останавливается. Благовествует. Уж как. Не знаю. Но это миссионерская работа. Он скутанный лежит. Чтобы не упасть. Он говорит. Я как мумия лежал только. И заканчивает еще с другой стороны. Вы слышали? Я с его племянником кажется встречался один раз. Может быть он не племянник. А еще там дальше. А племянника там племянник какой-то. Приехал туда в Барнаул. Мы с ним встретились. Я не знаю. У нас такого нет человека. Рост примерно вот такой вот. Ну сколько это. У меня метр семь. Ну метр девяносто примерно. Ему лет может быть уже семьдесят. Вот. Вот такая шевелюра. Большая. Все. Белый-белый волос. Ну. Просто увидеть надо было. Мы в одни были. А у них там такая нищенка была. Татьяна. Все что-то хлюпается. Что-то стирает. Она согнется. Смотрите на что. И вдруг она его увидела. Так она несколько дней. Вот поется песня. Какая женщина. Так это. Какой мужчина. То есть мне это все было. Я подхожу. Я говорю. Что ты говорил? Говорил. Ах какой мужчина. Я понял. Вот это. Образец. И он. Как раз о Иннокентии ездил и говорил. Я один раз видел. Ну кто я перед ним то тут. Говорить не надо. Я однажды увидел красивую девушку. Ну просто видно что. Красивая. Я потом так узнал. Что она еврейка. В метро. В Москве. Это. Не красота. Не то что как у тебя мышцы надулись. Там что-то другое. Такое. Светлое. Светлое. Она может Бога не знает. Я ничего не знаю. Просто я в мое личное чувство говорю. Это. Господь видимо. Для этой нации дает. Попутно я кое-что еще хочу сказать. Первый раз когда Тихий Дон там Герасима вставил. И на роль это. Но на Мордюкова должна была быть. А поставили Элину Быстрецкую. Я говорю. Еще Мордюкова Быстрецкая. Что вы смеетесь то. Ну. На смешку была бы ту поставить. Так и здесь. Бог знал кого избрать. И как. И как пустить. И вот здесь. Когда мы начинаем. Говорить. Как узнать миссионером или нет. Это благовестие. И открытие. Он знает. Это мне Бог открыл. И все. Нет не все. Нам посчастливилось. Алтайский край. Светил один человек. Канонизированный теперь. Архимандрит Макарий Глухарев. Он родился. Это. Трудился среди. Айроты. Эти. Алтайские. Тут где-то живут. Они ходят. Много. И много работают. И он еще делал. А в Юйорте. Поприцает. Поприцает. Ну там два слова то знают. Что. А в Юйорте там все. И пол говорит колышется. Сколько там всего это. Не убирается. Он. Веник делает. Убирает. И миссионеры. Каким то образом. Часто бывает связаны с медициной. Альберта Швейцера отправляли. Миссионерствовать. Я не знаю где там. В Атимале. Или где то. Там что то такое. Нет. Здесь где то ближе. И много там прокаженных. И у него все готово. Образование. Он еще на один университет. Медицинский закончил. И тогда только поехал. В дальнейшем будет лауреат Нобелевской премии. Он внимательно присматривался. К тамошним обычаям. И почему так много исцеленных было. Ну потом. Была изобретена. Какая то. Не масть там. А вакцина. Вакцина Мэтсуда. Японцам. Исцеление. Прокаженных. Там еще то что другое влияло. Как узнать. А он узнал. А как тебе нравится. Да вот я дома привык. Как то у меня. Ну. Ну. Дети то не прокаженные. Да нет. Ну чтобы не подходили. Да я знаю. У меня коза есть. Она молоко дает. Я так привык. Она как. Приведи к козу. Отдельный шатер ему поставили. Палатку. Рядом коза. Чтоб человек в полном спокойствии. И доверия это делал. Надо узнать. Миссионер он чутко смотрит. Заходит. Жертвенник стоит. Неведомому богу. Потом нам объяснят. Что означает неведомому. Когда то они воевали. Пошли воевать. Всегда жертву заранее приносится. Иногда жертву. Они гадают. Убивают там человека. Потом внутренности вытаскивают. И смотрят какие линии идут по кишкам. По печени. И определят. Все. Кто подсказывал идти. Ну потерпели поражение. Кому? Венере приносили. Марсову ублажили. Двух детей зарезали. А у бабки то другой бог был. Наверное ему не приносили. А как говорят. Да забыл вот и все. Вот наверное тот бог теперь подножку поставил. И написали неведомому богу. Это объясняет златоуст. Неведомому. Они были очень богобоязненные. Ну так это языческое. Молчок. Если ты миссионер. Ты из ничтожного. Извлечешь полезное. Иеремия говорит. Я тебе сделаю как мои уста. Не просто ты научился говорить. Тебе нельзя в миссионерском отделе даже слышать. Их не было и не будет. Это обман. Обман сатаны. То есть. Я их знаю сейчас. Которые самые злобные. Непримиримые. Коварные. Все туда лезет. Нападают на нас. Один заходит. Там. Даже могу назвать их фамилию. И все. Он там всякие пакости делает. Дулевич. Антон звать. Кызельская епархия. А вот вы там. Ваш батюшка безблагодатный. А чего вы взяли? В первую очередь определил бы тот митрополит. Перед этим был. Максим у нас служил. Антоний там. Ну все. А почему? А под каким вы епископом? Да не под каким. Это ваши синонисты под еписком лежат. Нам не надо лежать. Под каким епископом мы лежим. Я сразу их оборвал. А вот видите как. Они не хотят войти в дипломатические отношения. Симон это. Как его назвать? Семолот кажется. Которые относятся туда куда потеряевку. И его теперь епархия там это. Они. То есть мы никак его не признаем. Стопроцентная ложь. Ни одного празднования. Вот. День деревни. И. И. Престольный. Батюшка всегда пишет. Бумагу посылает. Спещатель деревенской. И. Секретарю. Получили. Да я не знаю где то положили. Но мы просим. Пожалуйста. Сколько лет уже он здесь. Не под каким видом. Да он куда то уезжает. Да сейчас куда уезжает. Он дома сейчас. Ну с кем то позвонили узнали. Ложь. Непрерывная ложь. А ложь от дьявола. Мы не входим в дипломатические отношения. Нам они не нужны. Но мы доказываем что мы не презираем. Митрополит никакой власти не имеет. Это другая епархия. Ну. Этот то приезжает. Сейчас батюшка пошел с ним. Опять договорился. Когда. И как. И что. То есть. Я имею конкретные примеры. Которые сегодня лгут. Ну нет. Политическая игра там. Давайте перепишем теперь. Вот. Хрестово-зреженская. Общенная русская православная церковь. И как. В зарубежную. Да мы же договорились чтобы ликвидировать все. Ну как. Я представляю там за кулисами как они. Они тогда с митрополитом встречаются. Ну никак. Я говорю. Вы можете перейти. Уже пора. Пять лет был переходной период. А. Они не идут. Ну вычеркните их. Я знаю как. Ну вычеркнули. Как. Мы потеряли связь. Батюшка сразу без благодати. Под какими епископом он лежит. Да где это вы видели такое в канонах. В канонах есть такое самочинное сборище. Мы епископа не признаем. И теперь сами заворачиваем. А у нас наоборот. Наоборот. Мы его признаем. Он нас отталкивает. Я вас знать не знаю. Но ты не знаешь. Ну благодать ты можешь снять со священника. Что сдурели что ли. Да разве так делается. Делается. Это только может. Ну кто то говорит. Ну третий. Псалом. Посчитайте. Враги говорят. Нет ему спасения в Боге. Это у Давида было. Но ты щит предо мною. Показывает он. Посчитайте третий Псалом. Запиши себе. То есть ложь. И вот они организуют миссионерские отделы. Я с кое с кем знакомый. Посмотрел. Большего обмана на земле нет. И этот обман давным-давно. А вы в писании другие дали. Ну я могу назвать еще. Стефан Пермский. С какими небольшими так. Ну шароховатостями. Но это миссионер был. Весь зырянский народ обратился. Николай Японский. Касаткин. В Японию. Он рвался. И послали. Изучил язык. И стал все говорить. И заметьте как он тонко реагирует. Вот раз в 1905 год. Война. Война с Россией. Япония напала. Что делать? Еще ничего нету. Война еще только начинается. Он обязан призвать к паству. Призывает к молитве. Итак. Вы думаете. Что бы сегодня сказал? Бей фашистов за родину за Сталина. Не так он сказал. Почему? А он миссионер. При всех каких-то недостатках у кого-то что-то бывает. Где-то. Но определенно и четко говорит. Не трогать нельзя. Тут болит. Так. И он говорит. Итак. Дорогие мои братья. Молитесь за победу японского оружия. Да какой же он патриот. Молитесь за победу. А сам ушел в другую комнату. Конечно он там молился за победу русского оружия. Я отсюда делаю вывод. Что молитва японца была сильнее чем его. Он не допустил лжи. Никакого обмана. Вы японцы желаете победу вашему императору. Да. Молитесь за него. То есть самая маленькая миссионер это что-то видит. Он сразу Павел берет неведомому Богу. Неведомому. Они о христе не знают. Он сказал. И неведомому это Христос. И стал дальше говорить. В Афинах. Я был в тех местах. В Афинах было. И там мимо Фессалоники. Солмы называется. Проезжали. И так идут холмы. Я представлял тут какая-то тропинка. И там апостол Павел с посохом идет. Миссионер это движение. Миссионер это связь с Духом Святым. Он никогда не скажет что сказал Серафим Саровский. Он говорит. Когда Дух Святой покидал меня. Я говорил. Ошибался. Вот как он говорит. Тогда я ошибался. Но Серафим Саровский с этой комнатой сказал. Он такую фразу дал. Которую за тысячелетия никто не говорил. Смысл жизни. Цель. Стижание Духа Святого. Дальше он не пошел. Почему? Дальше он нарушение делает. Стижание. А зачем он тебе Дух Святой? Дух Святой зачем тебе нужен? Ты открой Евангелие от Луки. И так Марию поприветствовала. Там селесоветы. И сошел на нее Дух Святой и стал говорить. На Симеона сошел Дух Святой и стал говорить. Выражается в благовестии. Это Бог делает так. И здесь, когда мы видим, что случилось. Кому говорит, он внезапно понимает. Дух Святой сошел. И когда только сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями до конца вселенной. Это все подтверждает. Миссионер это только Духа Святого. Только оттуда. Сидите и ждите. И они ждут. Первый монастырь. Десять дней. Сходит Дух Святой и они сразу начали говорить на всех языках. И сразу по всем странам. Ты туда. Фома в Индии идет. Андрей идет сюда. К русским на Днепр. Это от которого наше рукоположение идет. Родной брат Петра. Они не видят сегодня слепые совершенно. И патриарх этого не видит. Создают отделы. Это самый страшный обман, какой сейчас есть. Принимает вид Ангела Света. Кто Дворкина там выписали. Учился в Израиле. В Америке приехал. Все друг против друга настраивают. Его уже не раз на этом ловили. Но. Мы должны помнить. Тот кто в нас. Больше того кто в мире. Однажды в интернете. Я встаю утром. Ну у меня там. Заходит. Я не знаю. Это. На форуме. 300 человек допустим. В день. 300. Ну и что. Я уже привык. Каждый день открывать. Там 270. 350. Дальше никак. Никак не могут раскрутить. Почему? Тема очень серьезная и полная. 1600 темы разные. Обычно там дерутся. Обзываются. У меня полная тишина в течение года. 1600 тем. И вдруг я утром встаю. Включаю интернет. Не могу поверить. Никита. Ну посмотри. Что тут. 6000. Да как так. 6000. Вчера было 300. А сегодня 6000. Я ничего не знаю. А потом оказывается. В этот день. Они на рождественских чтениях. Меня получат. У них было 20 темы. Одна посвящалась. Игнатий Тихоновичу Лапкину. И там Дворкин обращается. И он говорит. Обратиться к нашему архиерею. Сергию Иванникову. Там митрополит не будет заниматься где-то. Так. И надо обратиться в Роспотребнадзор. Потом будет гонение. Мы лишимся лагеря. Это все их. Это миссионеры собрались. А теперь когда это мне прислали. Аудио там. Там аудио запись. А Никита все перепечатал. Теперь ворли у меня есть. Поэтому я вспоминаю про ректора по учебное счастье. ГТУ Семкина Бориса Васильевича. Он говорит. Про меня статья была. Там Выхов писатель написал. В потерявку приезжал. Лев Дмитриевич. И он говорит. Всякая. Вот это. Анти. Как пропаганда. Или что-то. Это. Как раз за это. Что за вас будут больше смотреть. Они зашли. Столько людей зашло. Ну потом. А то что вернулось напряжение. Ну один раз они заглянули. Людей было много. И проще. Так вот. Мы должны. Вопиять Бога. В исполнении Духом Святым. Повторяю у человека. Две миссии. Первая. Родиться свыше. И другим рассказать. И быть Вадимом Духом Божьим. Если этого нет. Ничего нет. Одни ошибки будут. Непрерывно будет человек спотыкаться. Вот смотрите. Я хотел бы узнать. Тайны которые не открываются. Серафим Саровский. Он миссионер. Конечно нет. Какой миссионер сидит. Миссионер идет. Он сидел. Но ему Бог открывал. И однажды. Бог ему положил на сердце. Молиться. Не за царя. Которого расстреляют. А за священников. За архиереев. И он три дня на камушке своем стоит. Я не знаю как. Он поднимал руки. Может так стоял. Три дня. Отдыхал в это время. Ложился. Не написано. Три дня и три ночи. Господи. Пощади архиереев русских. Ой Господи. Да они же все погибшие. И вдруг Бог заговорил с ним. Прямая речь. Кавычки здесь. Открывается. И Бог сказал. Не пощажу. И не помилую. Господи. А за что? За то что они заменили истину Божью ложью. Вымыслами человеческими. 118 столов. 113 стих. Вымыслы человеческие. Ненавижу. А закон твой люблю. Вы берете. Где серопин? Да он такой. Самый капитальный труд. Я сейчас не знаю сколько. Тогда было 9 томов. Настольной книги священнослужителей. Там страниц по 700. По благословению патриарха Пимена. Третий том. 601 страница. Где вот этот материал серопина Садовского. То есть миссионер. Он не сам это делает. Ему Господь открывает. Потому что сегодня. Программу патриарх поставил. В Москве добавить еще 200 храмов построить. Ну 200 храмов. Понимаете что такое храм? Это надо место. Но приходят. Начинают мерить. Землемеры. На них там. Президент за них. Народу сколько собирается. Люди ломать. Все не давать. Не давать. Негде детям выйти то. Храмы то пустые. Все. Там я видел в интернете. Это ужас какой. Еще храма нет. Уже все против настроены. Какие же это миссионеры? Это самые крупные злодеи. Посмотри как они бьются. Люди. Ну некуда выйти даже. И храм стоит куда? Берем подперли то. А этот храм один. Это еще какие-то сооружения рядом строятся то. 200. В одной Москве. Значит дух спятой обязательно покажет тебе надо это или не надо. Зачем эти храмы? Как златоуз говорит. Кто бы взял ключи забросил в океан? Зачем это все нужно? Напрасно топчете дворы храма моего. Обычно призыв бывает дважды хотя бы. А тут трижды. Вы приходите и говорите храм Господень, храм Господень, храм Господень. И ремеет. Трижды повторяю. Но здесь камня на камне не останется. Миссионеры за это все бьются. У нас тут было когда патриарх сказал что обязательно были группы миссионерские. И тут я не знаю куда вы ездили тогда. Игорь. В Болтае кому-то вы ездили. Священник батюшки расположен. И там встречались. Благовествовали. А Романова что ли? Да. Отец Олег. И все на этом заглохло. У миссионера это вот Еремея. Это как бы в крови. Я хотел. Но внутри меня в костях моих как огонь был разлитый. Я не мог. Я не мог удержать. Его нельзя удержать. А сатана может высчитать. А их высчитывать не надо. Они на виду. Поэтому. Когда вот говорят. Прикрывается этим словами. Тогда какое-то отношение к храму то было не такое. Ребятишки бегают. Играют в храме. И один на другого спрятался. Забежал. Престол то какой стоит. А там уже. Материя. Обещал. Он под нее туда залез. Спрятался. И вы ищет этого Тарасика. Его нигде нету. Ну и. Служба началась сегодня. А он уснул. Ждал. Ждал. Уснул. И во время литургии. Вдруг он проснулся. И над ним голоса какие-то. Он оттуда выглянул. А его заметили. Ну-ка иди сюда. Вытащили. Так подождите. Как тебя звать? Тарас. А что дальше? И они положили. Это знамение. Что он должен быть духовным человеком. На особое внимание. Духовным человеком. Понятно? То есть признаки никакие. Но он волтает. Не то что любит его. Спрятался. И вот такое смотришь. Какое-то юродство. В России миссионеров вообще не было. Они прижали с лопатами рыть норы. Начинали сразу же. На другой день. И при том это ни день, ни два. При том все время. Мы упустили столько. Когда Бог тебя откроет. Ты слезами и зальешь. У тебя безвожение организма будет. Бог это покажет. Как могли дойти до этого состояния. Что ни одного не было нигде миссионера. Ни одного. Целое столетие. Ни одного. Андрей Кураев недавно выставил материал. Подробный об этом. Говорит. Ну посмотрите сколько святых. Ну я. На чей-то вот скажу. Житий 1173. Но это не все. Там которые меньше полстраницы. Я их отдельно выставил. Там еще 300 примерно где-то. И святые. Мирянин. Чтобы был семейный. Ну если его не казнили. Ни одного нету. Царство небесное это монашество. Придуманное человеком. И он прямо открыто выступает. Ну покажите где. То есть захватили всю власть. Епископ должен муж одной жены. А здесь если жена все смерть. Тебе никогда не быть там уже. То есть все перевернуто по своему. Это миссия. А как. Как написано. Ты что жена ты. Да так и было. До какого. До третьего века еще были. А потом придумали. Власть себе. Епископы издали указ. Проповедовать. Нигде. В храме может только епископ. Священникам отняли власть. Вообще нельзя проповедовать. Священникам. Про мирян говорить. Сразу издали правило против мирян. Если кто будет не будущий клиром. Ему и питим я. Наказание. Это что. Это прямо против Духа Святого идет. И как будто никто этого не видел. Как это не видеть это. Сегодня вот на этой основе. Какая пришла. Они считают это за основанием. Вот такое пришло. А как вы это охарактеризуете. Чума. Болезнь. А что делать. Молиться и плакать. Павел говорит. Непрестанно в трудах. От скорби. Которая отгоняет лже братьев. И перечисляет всех. У ни одного миссионера этого нету. Тихое мирное житие. Живут тут семьями. Ходят зарплату получают. Я к тому говорю. Не обманитесь. Если ты увидел ложь. Ложь в малом. Она потащит целую цепь за собой. Самая малая ложь должна быть отвергнута. Если ложь. Вот у нас в лагере было. Где-то сказал неправильно. Ребенок. Заранее знает ложь. Я его накажу. Другому там как-то все-таки найду причину. И избавить его от наказания. Здесь никак. Доктор Газ когда учил. Немец был тут. Врач такой. Чтобы понять как заключенным трудно. Он надел на себя вериги. И ходил там. Три часа до одной каторги до другой. Там строго-то. А потом уже повторил батюшке. Ну сделайте полегче маленько. Ну преступник. Ну жена убила мужа. Все. Ну уже понимаете что это делается. Еще до срока не дошло и уже умер. И он когда тебе учил он говорил. Вот это. Люби Бога. Люби Бога. Здесь вот. Тятю с мамой люби. Вот так вот. А ты. А когда Мизинец заходил и говорил. Не лги. Не лги. Никогда не лги. Ребенок. Давай повторим. Никогда не лги. Если ты не знаешь что точно. Скажи я вот это видел. Дальше нет. Свидетели ложные. За рубежом если свидетелей вызывают в суд. В них записывают вероисповедание. Там хохлоп как-то попался. Какой-то дипломат русский или кто-то. Его спрашивают. Какая вероисповедание. Он говорит атеист. Она не поняла ничего. Как атеист. Ну. Я верю что Бога. Бога нет. Нет. Она его вычеркнула все. Отойдите в сторонку. А за советских надо было заступать. А свидетелей не принимаются. Неверующего. Нет преград. Что может говорить взятка там. Вот здесь юридический университет. Ну я не знаю. Отдел. Неверситет. Институт. Ну и опрос провели. Студенты пятого курса. Ну представьте. Вот вы сейчас закончите. Вам дадут должность. Ну. И будете судить где-то. А взятка вот такая. Дает человек полтора миллиона. Кажется 85% подняли руку. Мы бы пошли на это. Может ему какая-то охранная грамота дается. Ну думает что не попадется. Взятка. Мы повысили им зарплату сегодня. А потом взятка уже та не идет. Которая зарплата. Ее надо в 10 раз больше делать. Это те которые. На это. На решение суда будут все ссылаться. У верующих маляйшая ложь. Это камушек в сапоге твоем. Ты никуда не пойдешь. Ты остановишься и вытряхнешь его. Я сегодня хотел сказать. Будьте очень внимательны. Сравните со словом Божиим. Обращайтесь к слову Божию. Вот смотрите как. Любят люди воевать. Остлябе. Пересвет. Они там были послушники. Уже пострижены видимо. И отправляют их Сергий Радонежский. Канон есть. Кто если приняв чин. Снова возвращается в военное дело. Да будет предан Анапими. Все трое даже. Все. Больше никто бы не ссылался. Нет. Так это же за нас. Что это значит. Двойная психология. Или как назвать. Никому не разрешается. Миссионеры ни один. Нигде не призывали бить врага. Ни один. Нигде. А только власти от Бога. Бог допустил. Починяйте. Сделайте. Платите налоги. Может кто-то другое знает. Покажите мне. Спрашивают. А Златоус был миссионером? Нет конечно. Он был самым великим проповедником. Но когда ему пришлось быть миссионером. Когда его повели. Уже. Веревкой за шею потянули. Первому монастыру сразу. Выдать область. Снабдить. Отправить их туда. Бриталию пусть проповедует. Все. В разумление пришло. Может быть за месяц до смерти. Но Господь его так не оставил. Миссия принадлежит Богу. Поэтому молитесь. Чтобы в России появились миссионеры в Духе Святом. Готовые умереть. В первый же день. В котором Бог это все открывает. Я не могу указать пальцем. Вот он такой-то будет. Мне о себе только надо думать. Но сегодня очень большой. Просто критической отметки подошло. Сколько миссионерских отделов. А вы считаете сколько? Ни одного. Их нельзя создать. Миссия. Когда человек говорит. Меня хоть куда пошлите. У меня ничего нету. Пошлите меня в Китай. Пошлите меня в такую страну. В мусульманскую или куда-то. Ты это понял? Вот об этом нужно помолиться. Чтобы обман этот сгинул. А то придумали. Серафим сказал. Сяжи Дух мирный. И спасутся вокруг тебя тысячи. То есть молчи. И вдруг они сами спасутся. Я спрашиваю. Серафим когда сказал? В 1800-ом таком-то году. Ну было хоть где-нибудь так. Да нет. Вера от слышания. От слышания от Слова Божия. А не от того, что мирный. Давид говорит. Я мирный. Но только заговорю. О них к войне. Привет. Андрей Кураев обо мне пишет. К Игнатью по-другому бы священники относились. Если бы он их не трогал. Не говорил. Ну это действительно так. Они не принимают. А кто ты такой? Заговорил бедный все. А кто ты такой? Я открыл место Писания и показал. Вот Писание говорит. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. А кто? Все. Деяния апостолов. 8 глава 4 стих. Апостолы остались в Иерусалиме. Самое сложное. А оставшиеся. Рассеявшиеся. Ходили и благовествовали. Сегодня много разговоров идет о миссии. Миссия. У человека была. Гитлер считал себя. Он тоже. Выполняет миссию. Привести народ к счастью. Ну и понятно. Это Евгений говорил. 90 человек в отвал. А 10 мы железной рукой приведем в коммунизм. У Бога не так. Вот это миссия. Который миссия придет. Машиах евреи. Они дождутся. Восядет антихрист. Еврейский машиах. Для него все это делается. И основано все это не на правде. Там где правда. Там звучит аллилуйя. Где правда. Там Павел говорит. Я не пристану в трудах. В слезах. Спроси миссионер. Когда ты плакал в последний раз. И не от чего то что там жена ушла. А из-за того что люди не спасаются. Что их обманывают. И ты это понимаешь. И ничего нельзя сделать. Богу нашему славу. Аминь. 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 Боже. Патриц. Транавицу. Аталия. Продолжение следует...